Узбекская земля всегда была богата талантливыми, выдающимися людьми. И особенно теми, кто внес бесценный вклад в развитие мировой исламской культуры. Это имена, которые золотыми буквами вписаны в летопись великой мысли просвещенного ислама. Сегодня по инициативе президента Шавката Мирзиева отдаётся должное внимание заслугам наших великих предков. В Самаркане создан Международный научно-исследовательский центр имама Бухари. В Ташкенте образован центр исламской цивилизации. Проводятся работы по реконструкции святынь Абу Ису Мухаммада Термези в Шарабадском районе, Абу Муина Насофи в Каршинском районе, имама Ишон Мухаммада в Каркалпахстане, мечети имама Термези в Ташкенте. А вот вам ещё одна инициатива президента. По предложению главы государства, мечеть, которая возводится в Чуланзарском районе столицы, будет названа в честь известного во всём мире исламского учёного-богослова, нашего соотечественника, шейха Мухаммад Садыка Мухаммад Юсуфа. Во время осмотра недостроенного сооружения руководитель страны побеседовал с проектировщиками и строителями. Он рекомендовал возвести комплекс в современном стиле, но и в то же время с учётом особенностей национальной архитектуры. Здесь также будет создан музей, где будут храниться личные вещи, рукописи, книги знаменитого богослова. На собрании актива города Ташкента, прошедшем в Алмазарском районе, президент Шавкат Мюзиёев уделил этому вопросу особое внимание. Мухаммад Садык Мухаммад Юсуфа. Мухаммад Садык Мухаммад Юсуфа. Мухаммад Садык Мухаммад Юсуфа. Мухаммад Юсуфа. Мухаммад Садык Мухаммад Юсуфа когев ехать. КОНЕЦ 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 Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Он родился 15 апреля в 1952 году в Анжанской области. В 1970-м поступил на учебу в медресе «Мир араб», что в Бухаре. Дальше, постигать суть просвещенного ислама, будущий шейх продолжил в престижном учебном заведении Ливии. Свою трудовую деятельность он начал в одном из религиозных журналов. После работал преподавателем в Ташкентском исламском институте, который впоследствии возглавил. В 1989 году был избран председателем и муфтием Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана. Свою деятельность в качестве муфтии и председателя Духовного управления шейх направил на устранение существовавших преград на пути обретения мусульманами своих религиозных прав, на обретение возможности получать религиозное образование, восстановление исламской культуры. Довольно активную деятельность шейх ввел и в деле укрепления культурно-просветительских связей со многими исламскими государствами. Мухаммад Садык, Мухаммад Юсуф, будучи членом учредительного собрания Всемирно-Исламской связи, был занят работой по развитию религиозной культуры среди жителей Узбекистана. Он постоянно принимал участие в научных конференциях, семинарах, собраниях и встречах по всему миру. Шейха, Мухаммад Садыка, Мухаммад Юсуфа знали и уважали во всем мире за его глубокие знания и то, как он благородно их распространял. Он успел написать более 120 книг, которые в первую очередь призывали к милосердию, созидательному, честному труду и толерантности. Пробедитель, Мухаммад Юсуф. Продолжение главы государства назвать мечеть именем шейха вызвало большое одобрение и поддержку со стороны духовенства, общественных деятелей, рядовых граждан и особенно с благодарностью, встреченные близкими людьми. Продолжение следует... Продолжение следует... Все, кто чтил его, благодарны за инициативу президента и со всех концов мира, к нам приходят искренние послания. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...